МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, это редакция «Контекст». Разбираемся в деталях новостной повестки. Всю неделю в центре внимания остаются события в Нагорном Карабахе и шире весь регион, в котором происходят эти события. Традиционно его в России называли «Закавказьем». Но сейчас более политкорректным считается Южный Кавказ. Это Грузия, Армения, Азербайджан плюс непризнанные либо частично признанные республики. С самых древних времен эта земля находится на перекрестке торговых и военных путей между Востоком и Западом. Если добавить к этому пестрый этнический состав и религиозное многообразие, то становится понятно, почему именно здесь так часто происходили битвы империй и кровавые межнациональные конфликты. С чего они начались и почему часть из них утихла, а часть продолжается до сих пор. Какую роль в них сыграла царская Россия, а позже Советский Союз. И кто главные закулисные игроки на Южном Кавказе теперь? В контексте Дмитрий Сошин. В Лермонтовской поэме Мцири, она написана в разгар Кавказской войны, есть строчка, которую многие грузины считают сомнительной, о том, что цвела она в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. Речь идет о российских штыках, и часто в этом контексте вспоминают Георгиевский трактат 1783 года. Договор о покровительстве России над объединенным восточно-грузинским царством Картли-Кахетти. Когда усилилось московское государство, и тем более, когда возникла империя, то грузинские выдающиеся всякие деятели стали задаваться вопросом, а не завести ли союз с Россией для того, чтобы противопоставить влиянию Персии и Турции, Османской Турции, влияние России. Россия стремилась выйти к Черному морю. Это было в очень большой степени связано с необходимостью утвердиться в борьбе против Османской Турции в регионе. Союз с грузинским княжеством и поддержка армян были важнейшими элементами этого продвижения. Георгиевский трактат, заключенный при Екатерине, предполагал независимость Картли-Кахеттинского царства. Но в 1801-м, уже при императоре Павле, был обнародован манифест о присоединении Грузии к России на вечные времена. Теперь уже не грузинские цари, а российские императоры стали собирателями грузинских земель. Если Георгиевский трактат предполагал союз и покровительство России, защиту от исламских государств Востока, то указ Павла Первого фактически всю эту ситуацию переигрывал в сторону присоединения, опираясь на волеизъявления некоторой части грузинского населения. Объединение в рамках российской губернии. Вот так произошло. С одной стороны, да, они все, грузинские политические институты, объединились, но с другой стороны, они были упразднены. И они стали грузинской, да, российской губернией. Помимо Грузии, в состав Российской империи были включены государства и территории, ставшие основой современных Армении и Азербайджана. Подданными русского царя оказались многочисленные кавказские народы, имевшие порой непростые отношения друг с другом. На момент присоединения к России Южная Осетия была частью восточно-грузинского царства. Она считалась частью Тифлийской губернии. Что касается Абхазии, то Абхазское царство тоже фактически было и развивалось под покровительством грузинских царских домов. Абхазы в более отдаленные исторические времена вообще были жителями гор и рассматривались грузины прежде всего, примерно как лейки, как другие горцы кавказские, с которыми можно сосуществовать. В ходе кавказских войн российское политическое руководство делает особую ставку на казаков. Они были не только военной силой, но и выстраивали кордоны на новых территориях и легко там интегрировались. Казачество российское, поселенное и жившее на Кавказе, оно не просто там воевало, как кавказские горцы, оно и жило часто, как кавказские горцы. И, соответственно, для местного населения это были не какие-то чужаки, скажем так. Тем более, что признаком хорошего тона было и языки знать. Вот яркий пример, что есть такая повесть Льва Николаевича Толстого «Казаки». Вот он правильно подметил, что между собой гребенские казаки, они часто в такой легкой, непринужденной обстановке, атмосфере разговаривают по-татарски. Ну, это вам пример того, до какой степени у них была вот эта вот интеграция местная, все. Абхазское княжество вошло в состав России в 1810-м. В 1864-м, после Кавказской войны, она завершилась в Абхазии. В том месте, которое сейчас известно как курорт Красная Поляна, на месте княжества образовали Сухумский военный округ. Слово «военный» отпадет через несколько лет. В 1905-м из него выделили Сочи и Гагры. Они отошли в Черноморскую губернию. В таком виде Абхазия просуществует до революции 1917-го года. А вот Карабахское ханство, оно стало частью России в 1813-м, издревле представляло из себя национальную головоломку. Население вот той территории, которую одни называют Орцап, а другие Карабах, в общем-то, эти племена, они были преимущественно не индоевропейского происхождения. Армяне, мы знаем, что они как раз-таки напротив, относятся к племенам индоевропейского происхождения. Так или иначе, племена, которые участвовали в этногенезии армян и азербайджанцев, это одни и те же племена. Это очень... Они не любят об этом говорить, ни те, ни другие, но потому что, ну как, вот враги, да, ну как же мы друг с другом будем себя соотносить? Разве это возможно? К 18 веку равнинный Карабах в основном был населен мусульманами, а вот в горах Арцаха, так в древности называли провинцию Великой Армении, где находились эти земли, жили преимущественно армяне-христиане в относительном мире со своими соседями. Истоки конфликта я вижу в событиях конца 19 века, когда националистический дискурс уже популярный, раскрученный, как сейчас говорят в Европе, пришел на Кавказ. И когда представители интеллектуальной элиты армян-азербайджанцев начали задаваться вопросом, насколько их пребывание в Российской империи оправдано, адекватно, и есть ли альтернативы этому. И почему я настаиваю на то, что конфликт надо называть армяно-азербайджанский? Потому что границы расселения двух народов, армян и азербайджанцев, тогда их называли в Российской империи кавказскими татарами или кавказские мусульмане, он не совпадал с тем, что мы сегодня имеем. Было черезполосное расселение. До 1905 года, до первых зафиксированных столкновений межэтнических в Карабахе, там никаких не было конфликтов между азербайджанцами и армянами, между всеми людьми, кто там жил. Не было принципиальных разногласий никаких, они жили столетиями вместе. Кровавые столкновения армян и азербайджанцев, они начались на волне первой русской революции, считают первым серьезным конфликтом между двумя народами. Его жертвами, по разным оценкам, стали от трех до десяти тысяч человек. Историки в целом сходятся в том, что массовые волнения, а потом и обоюдная резня, началась в результате царской политики, разделяя и властвуй. Мусульмане были недовольны тем, что мало представлены в органах власти. И тогда спор был не о земле. Российская империя, как любое имперское государство, пыталась национализм придавливать, так или иначе. И в разное время, с разной интенсивностью, решала эту задачу, то обращаясь к армянам, для того, чтобы сдерживать националистические устремления кавказских татар, либо наоборот кавказским татарам, для того, чтобы сдерживать наступление армян. Когда началась революция 1905 года, ну вот эта резня началась чуть раньше, но уже было понятно, что в стране революционная ситуация. И для того, чтобы армяне и азербайджанцы, или как их тогда называли кавказские татары, не участвовали в этих процессах, была спровоцирована вот эта армяно-татарская или армяно-азербайджанская резня. Февраевская, а следом и октябрьская революция в России, расхват империи, стали катализатором бурных событий на Южном Кавказе. В апреле 1918 в Тбилиси создается Закавказская Федеративная Демократическая Республика. Буквально через месяц она распадется на три независимых государства. Грузию, Армению и Азербайджан. Во-первых, они все находились в конфликте друг с другом. Конфликтовали и Грузия с Азербайджаном, и Армения с Азербайджаном. Но, естественно, карабахская проблема была острая достаточно. В селе Шош была провозглашена Карабахская Республика. Были попытки Баку установить суверенитет над этой территорией. И на Парижской мирной конференции, которая подводила итоги Первой мировой войны, этот регион был воспринят, оценен как спорный. Сразу возникает вопрос, а мы нации, а где границы? Где начинается, где кончается? Кто соседи? Какие взаимоотношения должны быть? Абхазия еще с февральской революции 17-го года лавировала между Грузией и большевистской Россией. В 21-м году Сухумский округ стал Советской Социалистической Республикой Абхазии. Как равноправный субъект, в 22-м она вошла в СССР. Но в 31-м она стала автономной республикой в составе Грузии. В Южной Осетии вооруженная борьба за независимость, спретендовавшая на нее Грузия, шла с 18-го по 20-й год. Закончилась она включением в Грузинскую СССР на правах автономной области Юга Осетии. Но еще до революции грузин и осетин поссорил не только национальный и земельный вопрос. Были еще и социальные корни, то есть богатые против бедных. Это непосредственно касается грузино-осетинских столкновений. В тех местах, где проживали осетины компактно, там исторически сложилась ситуация, что князя грузины или огрузинившиеся осетины. И вот среди крестьян, которые в целом были осетинами, ну вот эта социальная неприемлемость, аристократия и борьба за землю и так далее, то, что происходило и по всей Российской империи, принимала оценок тоже этно-религиозно-национальный. А теперь о споре других непримиримых соседей. В 18-м году равнинный Карабах войдет в состав Азербайджанской демократической республики. За Нагорной начинают схватку независимые, а позже советские Армения и Азербайджан. Армения предъявляет свои права по национальному признаку, Азербайджан по территориальному. Так сформировался нарратив современного конфликта. В своей борьбе стороны искали союзников и посредников. Турцию, пока еще в виде Османской империи, а после окончания Первой мировой британскую империю. Поскольку Турция проиграла войну, после этого они ушли. И тогда пришли в регион англичане. Британцы собирались отдать Карабах Азербайджану, потому что они говорили, что армяне, ну, вы получите на западе свои территории, которые были раньше под турецким контролем. Большинство вот так называемых британских войск, на самом деле, это были войска из Индии. И среди них были и мусульмане. Что тоже интересно, потому что это тоже как бы было одним из факторов, почему, например, вот в какой-то момент британские войска больше склонялись в сторону Азербайджана. Ататюрк появился на сцене чуть позже, 20-21 год. Он просил помощи большевиков и фактически дал согласие, что большевики войдут в Азербайджан. Единственное, что он пытался, чтобы у Азербайджана остались территории, которые, в принципе, большинством азербайджанского населения, но со смешанным армянским. Так за Азербайджаном остался Карабах и Нарчева. О роли Ататюрка мы поговорим позже. В 20-м году власть в Армении и Азербайджане захватывают большевики. В Нагорный Карабах заходит Красная Армия. Но точка в земельном споре не поставлена. В советском руководстве нет единого мнения о будущем этой территории. 4 июля 2021 года Кавказское бюро ЦК РКПБ передает Нагорный Карабах Армянской ССР. На этом заседании, вот протокол, среди прочих присутствовали Сталин, Киров и Арджиникидзе. Но на следующий день члены Центрального комитета партии, грузин Серго Арджиникидзе и армянин Амаяк Мазаритян настаивают на пересмотре этого решения. И Нагорный Карабах оставляют в пределах Азербайджанской ССР. И когда ремяне нам говорят, что Сталин подарил Карабах, значит, Азербайджану, мы говорим, нет, ребят, это Сталин сделал так, чтобы он сперва оказался у вас, потом оказался у нас, ну, как автономная область. Роль Сталина в этом деле историками ставится под сомнение. Во-первых, есть версия, что, несмотря на упоминания в протоколе, Сталина на судьбоносном заседании не было. Кроме того, в 21-м году Ленин был еще относительно здоров и принимал активное участие в управлении государством. И это было коллективное решение, но, опять же, я говорю, что здесь был дележ земли. Большевикам надо было все эти этнические моменты урегулировать, чтобы провести территорию. И вот современные границы Армении, они были определены именно в результате вот этого сговора Кемаля Ататюрка и Ленина, который в Армении любят сравнивать с Пактом Молотов-Риббентроп. То есть две бывшие империи, они фактически уничтожили новое независимое государство и разделили его между собой. Выбор в пользу Азербайджана, он диктовался, наверное, несколькими факторами. Первое – это большой надеждой большевиков на такой революционный пожар на Востоке. И в этом революционном пожаре, конечно, Азербайджан с нефтью воспринимался как важный ресурс. Второй момент, более конъюнктурный – это то, что после советизации в Армении было Дашнакское восстание. И в результате Дашнакского восстания советская власть чуть не была уничтожена восставшими. Ну и, наконец, о том, что Нагорный Карабах оставили в Азербайджане якобы из-за желания задобрить Ататюрка. Эта версия востребована в наши дни на фоне особых отношений между Москвой и Анкарой и сближением Азербайджана и Турцией. Во-первых, Сталин всегда очень четко разделял, и мы это видим по его политике, в 30-е, поздние и в 40-е, равны себе и неравны. Он никогда не считал Ататюрка и Турцию, что очень важно. То есть Ататюрка как лидера Турции равны, соразмерны себе. Ататюрк жаловался в советское посольство, частных, ну как вот частных псевдов, да, он, может, очень любить сказать, в советское посольство там будет. Он жаловался, что получает телеграммы и поздравительные и прочие-прочие там послания от Калинина, а не от Сталина. Он прекрасно понимал, что именно Сталин принимает решение. В 1923-м селение Ханкинди, ставшее столицей Нагорного Карабаха, переименовали в Степанакерт в честь Степана Шаумяна, армянского большевика, первого председателя Бакинского совета. Привычная людям моего поколения аббревиатура НКО, Нагорно-Карабахская автономная область, появилась в 1936-м. Тогда же Армения, Грузия и Азербайджан стали союзными республиками. Но за семь десятилетий советской власти республики Закавказья не раз напомнили Москве о своих нерешенных спорах. Еще в 1945-м году первый секретарь ЦК Компартии Армении Рутюнов писал письма Сталину с обоснованием необходимости объединения Карабаха с Арменией. А первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров ему возражал, говоря о том, что уж если и проводить какое-то межевание, то тогда город Шушу, который имеет особое значение для азербайджанского национального нарратива, это столица Карабахского ханства, это довольно крупный город, культурный центр и так далее. Давайте Шушу в состав Азербайджана. И он пошел дальше, что давайте передадим грузинские земли Азербайджана, потому что на некоторых территориях живут азербайджанцы. И даже он сказал, дальше в Дагестане тоже живут азербайджанцы, вот в Дербенте, это тоже передадим. Но Сталин понял намек, действительно, если начнем делить все это, поэтому будет очень тяжко. Любопытно, что в Грузии именно спор об исторической роли Иосифа Джугашвили стал поводом к первому массовому выступлению против политики союзного центра. В марте 56-го, вскоре после доклада Хрущева на 20-м съезде, в Тбилиси несколько дней шли митинги. Их участники заявляли, что критика Сталина направлена против всех грузин. Есть данные, что звучали даже призывы к отставке Хрущева. Волнения закончились расстрелом безоружных людей. Культ Сталина имел и национальный оценок, что вот парень из наших краев, простой, добился чего, он решает судьбы мира. Грузины себя чувствовали, ну скажем так, как-то вот вольготно и очень гордо в рамках Советского Союза, что их человек правит. Сталин-то по-всякому открещивался от грузинства. Известное выражение его дочки, что, разговаривая с братом, что «а ты знал, что наш папа когда-то был грузином». И после его смерти, после 20-го съезда, ведь наезд был он централизован, управляем или сам собой происходил. Наезд был и на грузин тоже. Через 22 года тбилисцы вновь вышли на улицы. В 78-м они протестовали против попыток союзной власти зафиксировать главенствующий статус русского языка. Это предполагалось в проекте новой республиканской конституции. Тогда при поддержке руководителя Советской Грузии Эдуарда Шеварднадзе интеллигенция мирным путем добилась того, чтобы госязыком остался грузинский. Это была демонстрация грузинского национального движения, неоформленного, спонтанного. Первые массовые притирки между обществом и ее властной элитой, между грузинской номенклатурой и студентами грузинских университетов. И Шеварднадзе сыграл там ключевую роль. Он как-то развел тот момент, сыграл роль разводящего между тупилистскими массами, бурлящими, и Москвой. Похоже, диссиденты советских республик Южного Кавказа еще до перестройки почувствовали, что и Советская империя вслед за царской рано или поздно канет в лету. И стали поднимать вопросы национального самоопределения и справедливости, начертанных советской властью границ. Еще раньше, чем в 80-е, гораздо раньше, у армян, инфекентных армян, причем такого московского, также разлива, возникла идея на том, что Карабах, который был тогда в составе Азербайджана в качестве автономии, надо вернуть в лоно армянского мира. Надо бы воссоединить Армению с Карабахом, одни единые государства. Потом они создали армянское национальное движение, как раз Леон Тросян, первый президент. Они обратились в основном году Горбачеву, официально руководством ОИП, присоединить Карабах из Азербайджана к Армении. Но Горбачев сказал нет. И тогда вот это армянское национальное движение делало ставку на выход Армении через Советский Союз. К середине 80-х и в Армении, и в Азербайджане, то тут, то там происходят локальные, но в целом бескромные стычки на национальной почве. Внутри советского государства появляются беженцы. До середины 80-х годов в Армении было примерно 400 тысяч азербайджанцев, которые были коренными жителями Армении. Их изгнание из Армении началось в конце 80-х. То есть беженцы из Армении, которых, собственно, никто не ждал в Азербайджане, как вы сами понимаете, которыми там не строили дома специальные, Советский Союз скрывал этот процесс, того, что этнический конфликт начался не с Умгаита и не с Баку. Он начался раньше. Да, азербайджанцам уже было сложно оставаться в Армении, были случаи насилия и так далее. Но вот эта история о том, что это началось до сумгаитского погрома, всё-таки каких-то доказательств, убедительных этого всего не было. В начале 88-го в азербайджанском городе Сумгаит вспыхивают беспорядки. Они выливаются в массовые убийства армян. Только по официальным данным, жертвами сумгаитского погрома стали около 30 человек, по неофициальным сотне. Причём пострадали не только армяне. Беспорядки и то не сразу. Подавили с помощью армии. Как выяснилось позже, людей стравливали слухами и материалами в местных СМИ. Прелюдии Сумгаита считают митинги в НКО и армянских городах с призывом присоединить Нагорный Карабах к Армении. За несколько дней до этих событий депутаты областного совета НКО стали поднимать вопрос о выходе из состава Азербайджанской ССР. Сумгаит сам был очень такой тяжёлый индустриальный город, загрязнённый, химический, с очень неблагополучными социальными условиями. Много было там криминала. Второе, самое главное, это, я думаю, фактор, что туда стали прибывать беженцы из Армении. Их не пускали в Баку. Был триггером ещё один момент. 22 февраля в самом Карабахе убили двух азербайджанцев молодых. Там была демонстрация. Сумгаитский погром, он точка невозврата, и причём не только для Армении и Азербайджана, но, я думаю, в целом для всего Советского Союза, потому что всё-таки один из основных, так сказать, плюсов Советского Союза, при всех его минусах, заключался в том, что вот эти межэтнические или межнациональные, как тогда говорили, противоречия, они были как-то всё-таки разрешены более-менее. Я чувствую, что вот эта тема Карабаха и то, что произошло, сказалось и на армянах, и на азербайджанцах, на народах. До 88-го года дискурс был коммунистическо-диссидентский. Коммунисты боролись с националистами, с диссидентами, да, с эдакомыслием. Оказалось, что первый секретарь обкома Карабаха Генрих Пагасян, который по своему статусу должен был бороться с националистами, стал требовать миоцума, то есть чисто националистический лозунг. А в свою очередь первые секретари в Азербайджане, Багиров, Визиров, Муталибов, да, на тот момент, они стали выступать с позиции поддержки территориальной целостности. С этого момента события на Южном Кавказе развивались стремительно. В марте 89-го 30-тысячный сход абхазских активистов в селе Лыхны выступает с предложением о выходе Абхазской ССР из состава Грузии. И не случайно в 1989 году, когда прошел Лыхненский сход в Абхазии, о чем говорили его участники? Они апеллировали к казусу Карабаха. Карабах стал неким прецедентом. У всех сторон свои исторические мифы выходили на первую полосу. Все это усугублялось, радикализировалось, и мало было попыток, если они вообще были, как-то найти общий язык. В ответ на сход абхазов в еще, напомню, советской Грузии начинаются ответные массовые акции национальных сил. И в апреле в Тбилиси они заканчиваются разгоном оппозиционного митинга с советскими войсками. В результате погиб 21 человек, среди них много женщин. Около 300 получили ранения. Среди пострадавших были и военные. Против демонстрантов армия применила слезоточивый газ и, по некоторым данным, отравляющие вещества. События в Тбилиси поручили расследовать народному депутату СССР Анатолию Собчаку. Он утверждал, что при разгоне митинга солдаты использовали саперные лопатки. Я стоял напротив дома правительства. Главные травовые события произошли на стороне улицы, на той стороне у дома правительства. Нас прижали к стенке, я даже крикнул этим солдатам, что вы делаете здесь, женщины. И немножко они отпустили даже. Понятно стало, что на другой день советская власть в сердцах и в мышлении грузинского общества уже большинство закончилось. Несколько точек зрения на события в Грузии. Весь Союз обсуждал эту трагедию. Не осталось в стороне и дивизия внутренних войск имени Держинского, активный участник тех событий. Демонстрация в Тбилиси была отнюдь немирной, утверждая солдаты и сержанты внутренних войск, показывающие разбитые щиты, проломленные каски и залитые кровью бронежилеты. В своем обращении к грузинским коммунистам Михаил Сергеевич Горбачев признал, что во время тбилисских событий была пролита невинная кровь. В этой связи скажите, пожалуйста, существует ли у МВД бескровная методика рассеивания подобных демонстраций, если да, то почему она не сработала на этот раз? Южная Осетия начала бурлить через несколько месяцев после тбилисских событий. Вслед за решением Верховного Совета Грузинской ССР объявить грузинский язык официальным на всей территории республики, депутаты Юго-Осетинской области у себя объявляют официальным языком осетинский, а позже решают преобразовать область в автономную республику, пока в составе Грузинской ССР. В 89-м столкновениях между грузинами и осетинами пролилась кровь, а Схинвал сделал первые шаги к силовому выходу из Грузии. В Азербайджане тем временем главным вопросом становится будущее НКО. Новая политическая сила, Народный фронт, выводит на улицы тысячи людей. И в январе 90-го на митинге в Баку звучат призывы об отставке партийного руководства. Коммунисты считают митингующие не в силах защитить живущих в Нагорном Карабахе азербайджанцев. Параллельно в столице начинаются расправы над армянами. Как и в Белисе, в Баку для наведения порядка Москва бросает войска. Итог столкновений, сотни погибших и моральная победа Народного фронта. Началось насилие против армян 13 января. Советские войска не входили в город, а вошли 20 января. Притом разбомбили телевидение, чтобы народ не знал, что они входят. Это классическая карательная операция. Мало их, по-моему, волновало армянское население, потому что, если волновало бы, они 13-го числа вмешались бы. В сентябре 91-го в Степанакерте провозглашают создание Нагорно-Карабахской республики. В нее, помимо территории самой МКО, включен и Шаумяновский район Азербайджанской ССР. Распад Союза происходит под аккомпанемент масштабного армяно-азербайджанского конфликта. Это насилие вышло из-под контроля и в Армении, и в Азербайджане стали обвинять Москву, и дальше уже конфликт стал неконтролируемым, уже начался вот этот цикл насилия, когда одна сторона обвиняет другую, и вот все это продолжается бесконечно. И армяне здесь имели преимущество. Почему? Потому что центральные власти в Азербайджане коммунистические, они надеялись на Москву, что все это будет никаких... А армяне создавали вооруженные силы и вооруженные формирования. Поэтому в 92-м году, когда страны стали независимыми, армяне, конечно, были гораздо лучше подготовлены и могли развить успех. Через 32 года после распада Союза и поражения в Первой Карабахской войне Азербайджан силовым способом закрывает карабахские вопросы. Цхинвал и Сукум в череде военных конфликтов и благодаря поддержке Москвы отстояли свой суверенитет. Стоит особо выделить начавшийся в 92-м грузино-абхазский конфликт. По данным сторон и международных организаций, в ходе столкновений погибло от 15 до 30 тысяч человек. А в 2008-м, по итогам Пятидневной войны, Россия и еще несколько государств признали независимость Южной Осетии и Абхазии. Но не все уверены в том, что в этой истории поставлена точка. Каждый конфликт настолько индивидуален. Можно было бы, я считаю, что сохранить по-хорошему какие-то определенные связи, роль русского языка, какие-то гуманитарные связи. Но вот, к сожалению, все, если так решается немножко силой, черриториальными всякими перекройками, этого уже вряд ли спасти и вернуть. Можно видеть то, что сейчас происходит, какой-то последний акт развала Советского Союза. То, что произошло последние несколько дней, в Армении многие связывают с так называемой операцией «Кольцо» в 1991 году. Тогда еще не было независимого Азербайджана, но азербайджанские военные армирования с помощью Советской армии депортировали армянские деревни в Арцахи и в его непосредственном окружении. Это была очередная точка невозврата, когда в Армении окончательно уже разочаровались в Советском Союзе, в России как союзники и так далее. Но потом ситуация изменилась и постсоветская Армения во многом снова попала в эту парадигму «Россия союзник», «Гарант безопасности» и так далее. И сейчас мы видим, что вся эта мифология снова разрушается. Возможно, центральный вопрос сейчас в том, кто по итогам военной операции Азербайджана согласится стать «Смотрящим за Южным Кавказом». С одной стороны, Россия вроде бы усилила свои позиции через миротворцев, через роль посредников. Но с другой стороны, она их ослабила, потому что союзник России и Армения была демонстративно побеждена. Просто демонстративно. И Москва предпринимала дипломатические, но не военные усилия. Конечно, роль Турции. Турция показала, что она, в общем-то, является первой непостсоветской страной, которая в постсоветском пространстве, в постсоветском Кавказе может менять правила игры. Это важно. И как эксперт, я понимаю прекрасно, что никакой Запад замены России не даст. Но посмотрите, в конце концов, на заявление Госдепа США, который не признал выборы в Нагорном Каравате, выборы президента. Четко. Есть же релиз соответствующий. ЕС тоже этого не признал. То есть, с этой стороны помощи не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова